как я расстроился когда тюменской области посадили мои абрикосы в ямки не отрезали пол кроны мертвые а это железовские опять будет много и так много неудачно как придумали какие-то диктанты все страны диктант пишет думать что будто мы от этого грамотнее станет всей страной послушать полчаса железовой того кто там наверху получит команду изучить быстренько и также доложить садить так садить так не трогать почву не заливать водой не делать полчаса и уже все еще будет уже уже больше не так ничего такого особо не придумал так просто было бы поехали или напали на здравствуйте москве минус 4 слава богу кто не плюс башкирия вера на свете виноградов здравствуйте башкирия владимир про погода утром 20 минус 20 10 стоит солнышко 15 нормально и тут слава богу ваши морозы кончились курган добрый вечер казахстан привет всегда на месте брат здравствуй альбина абакан здравствуй мирослава питер это питер мирослава чуть не сказал это с удивлением 100 кодочек персик выписано надо что такое привет часового крапивин всем здравствуйте добрый вечер марина здравствуйте наталья добрый вечер ольга добрый вечер татьяна междуречина здравствуй здравия скажите пожалуйста придем весной на дачу первое надо сделать деревья второго года посадки так что с ним делать раз второй год скорее всего ничего а с ними можно сделать обычно переделывать пересаживать или там как-то разравнивать канавки делать если увидели что почва провалилась получили ябки тогда да 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 вот придет мая видно будет до какого уровня они замерзли вот как так там где замерзли там и отрежете а вот что еще что голову ничего не приходится раз уже второй год растет значит были живы а там посмотрим в крайний случай присылает мне фотографии тогда я более толково объясняю ольга нормально поделим всем добра северный урал привет из москвы привет городничен свой брат лабасов всем добрый вечер как определить что дерево можно провести омолаживающий обрезку систематическое уменьшение плодов но если обладает вас не устраивает конечно не можно нужно делать омолаживающую обрезку научите это не та дурацкая обрезка когда отрезается подряд наоборот максимальное сохранение мелких средних веточек которые почему-то ненавидят жутко они должны знать что они плодовые те кто хочет их убивать значит вы берете подошли к дереву обычно это 5-10 мощных скелетных веток первый ярус второй редко треть отрезаете центральный проводник оставляйте два яруса допустим и от каждой крупной скелетной ветки отрезаете ну две трети может быть половину смотря еще какой возраст чем старше дерево тем больше надо а на старше ну торцы замазали а на старшей части никаких обрезок никаких вот и тут она выбрать помните я показывал ранее куда как вот тут они выбросят множество молодых веток вот эти молодые ветки дадут более крупные плоды так Владимир Башкартостан поделись опытом первых посадок абрикоса ну-ка привозной земли тут поэт не было выход был найден следующий землю брал с радиуса полтора-два метра на глубину штыка лопаты так холмик получался потом летом эта выборка была засыпана привезенной земли уже именно с них пока остальные еще молодые ну чё как выход пойдет ну лучше бы это где-то в уголочку сада где-то котлованчики большой сделали а вот полтора-два метра выбрали земли прямо получается что ну получается не идеальный случай как я рекомендую да вообще почву не тронут но это лучше чем ничего чем эти же ямки дебильные Александр добрый вечер Ольга правильно поняла что персик-хасадский висинск надо будет прививать на вылочную вишню а если не привать то он будет очень высоким тебе не сказать что он будет не высокий а мертвый понимаете вот если он допустим вы его не собираетесь прививать посадили хасадский висинске им надо делать кустовидную форму вот все варианты прорабатывали наклонять вот значит распластывать над землей или каждый год еще отрезать все что вверх растет отрезать все что бог пусть остается вот если есть возможность помните я показывал фотографии прет целую машину этих самых еловых веток и все ее ветками завалил а хоть худо-бедно снег то был сверху снег был поверх еловых веток вот это что касается корни собственно получается высокими не будут вы не дадите быть высокими теперь на счет привитых прививка на волосы вишню это особая работа это не значит что вы привили на волосы вишню вот прекрасные перчики вот бывают исключения из правил почему в стране нет абрикосов потому что их торгаши торговцы непорядочные люди норовят вам продать привитые на вишню вот в стране их просто нету это все если они скажут погибать привитые на вишню вот неважно может степная волосы или это самое или песчаная просто все погибает перчикам есть исключительные случаи значит наш друг Сашему Небесному когда он был жив значит Юрий Васильевич русский он нашел я перед глазами стоят его видеофильм он снял стоят они это по колено в воде и в этой же воде вот глубина вот такой вот значит стоят плодоносящие много-много плодов персики привиты на волосы вишню представляете ведь это здорово это было ведь кто-то же удачно привил но это не факт что именно у вас будет удачно почему у меня прекрасно проживались персики я даже фотограф покажу именно на если бы я их не калечил не убивал именно на манжурский абрикос на китайскую сливу сейчас таки есть привиты на манжурский абрикос на китайскую сливу вот и только на третьей месте у меня была все вещи именно моя ну где гарантия что и туда бабушки за них все прекрасный прекрасный сад большим урожаем а броска это все снимает ну было же и вот такое видимо было может какой-нибудь циклон не циклон но вот так все залито водой что они в сапогах стояли чуть ли не по колено и это же не угробило сад то то есть я не исключаю именно оболочную вишню как подвой но варианты слива абрикос у меня оболочную вишню на третьем месте у вас может сказаться на первом месте почему это все таки сдержанно раскроем вот она не так боится влаги и так далее и так далее так и близких грунтовых вот не так боится оболочная вишня так теперь за Малдинов Николай всего хорошего московского область Маркова так Новгородский Александр всем привет с Великого Новгорода вопрос что вырастет в скотике абрикоса патриарх опыленный пыльцой персика хасанского ребродского ничего не вырастет вот абрикос вырастет если если это скорее всего никого пыления скорее всего не будет прошлом году зацвел абрикос патриарх посаженный кольцкой в этом году был один цветок один цветок я опылил пыльцу хасанского ребродского абрикоса раз созрел 10 грамм ну давайте так итак вы взяли пыльцу хасанского ребродского это в самом худшем случае 50 грамм а в лучшем случае 100 грамм или даже 150 а у вас получилось все равно 10 грамм значит никакого опыления не было вот у вас как был этот сейчас я тут немножко сам опрыгать без меня считаю еще раз абрикос патриарх опыленный персик хасанским итак значит когда вы опылили 10 грамм получить это значит никакого опыления не было никакого зачатия перекрестного не было перекрестного опыления не было ясно поэтому 10 грамм какой к черту персик 10 грамм вот в кочку заложенную статификацию и не хватает полного информации Александр Новгородский если вы до то что подошли у вас должны быть фотографии а косточки может поди отличим персиковую от этого вот а допустим да бывает что такое когда два родителя пусть он 10 грамм пошел в эту самую маму то есть пошел маму то есть в абрикос а папа допустим дала персиковую косточку мы же ничего сейчас не знаем вы это знаете вкус абрикоса или персиковая косточка абрикоса или персиковая пусть даже мелкая хотя напрашивается вывод что это все таки абрикос и никакого поля не было но если чудо случилось 10 грамм благодаря тому что это манджурский хотя это манджурцы таких мелких у них никогда не было мелких вот ну что там до конца добить вопрос фотографии косточки фотография плода фотография дерева давайте будем продолжать ну направление интересное очень интересное тамара колодина у меня среди персиковых косточек дальнереченского тоже был с полембрианье ну то есть два этих вот так рассадила по разу горшочком сельницу получилось больше все все нормально ну то есть как вы их что разделяли или не разделяли вопрос разделяли или нет вот если это 27 как у вас получилось больше тамара тоже вопрос разделяли или нет то есть вот 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 вот